МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате они затрудняют движение. В итоге муниципальное предприятие благоустройства обязали устранить нарушения. Улицу Старозагора от Советской армии до Нового вокзальной отремонтировали на 30%. Специалисты впервые применяют здесь новый подход, так называемый трехлетний контракт жизненного цикла. Он предусматривает, что подрядчик после того, как все работы завершат, будет отвечать из-за содержания дороги. И это, говорят эксперты, напрямую отражается на качестве ремонта. Всего на обновление улицы и трехгодичное содержание направили 300 миллионов рублей. Работы на участке от Советской армии до Нового вокзальной планируют завершить к началу сентября. В следующем году по тому же принципу отремонтируют уже другую часть Старозагоры от Нового вокзальной до Ташкентской. В минувшие выходные в Самаре прошел традиционный 15-й фестиваль цветов. Этот праздник стал самым масштабным за полтора десятка лет своего существования. В этом году в нем приняли участие более 50 тысяч самарцев. Фестиваль цветов на сегодня стал узнаваемым туристическим брендом. На этот раз посмотреть на цветочный карнавал, посетить многочисленные площадки Струковского сада и увидеть разнообразную творческую программу. В Самаре приехали гости со всей области и соседних регионов. В Самаре проверили готовность около 50 школ к новому учебному году. В число осмотренных учебных заведений вошла школа номер 46. Два года назад в одном из ее кабинетов обвалилась штукатурка, но сейчас там сделали капитальный ремонт. Как отметили в департаменте образования Самары, средства для восстановления школы номер 46 выделили из муниципального и областного бюджетов, чтобы закупать новое, а не возвращать старое. Не обошли стороной школу номер 64, где обновили пищеблок и поставили спортивную площадку. А в школе номер 137 капитально отремонтировали фасад и заменили окна. На этом вся информация. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok